Всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире КФУ Лайф мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас юридический факультет в гостях. Будем говорить про магистратуру и сразу к спикерам перейдем. У нас сегодня в гостях Алсу Махмудна Хурматулина, руководитель магистратуры. Алсу Махмудовна, как всегда, рада видеть. Здравствуйте, взаимно. А также Рустам Шамильевич Давид Гильдеев, заместитель декана по международной деятельности. Рустам Шамильевич, тоже доброго дня и поздравляю с началом приемной кампании. Уже третий день приемная комиссия вовсю работает. Новую рубрику добавим в нашу программу, точнее новый вопрос. Весть из полей. Есть ли какие-то новости уже? Да, буквально на днях у нас прошло и вступительное испытание. Правда, оно было среди иностранных граждан, но тем не менее, уже результаты подбиты. И уважаемые абитуриенты, те, которые сдавали вступительное испытание 20 июня, вы можете уже ознакомиться с результатами в своих личных кабинетах. Единого госэкзаменов бы так вот. Три дня и результаты есть. Ну, понимаем, объемы все-таки, вся Россия и поступление в отдельный взятый ВУЗ, но все равно, когда быстро знаешь, на душе как-то проще становится, да? Ну да, члены экзаменационной комиссии у нас стараются оперативно здесь просматривать все работы и все-таки по срокам у нас не более трех дней для вывешивания результатов. Все как у юристов. Все четко, правильно, как оговорено, так и сделано. Пару вопросов у нас есть сегодня, не так много, но я думаю, по ходу эфира, возможно, прилетят. Я напоминаю, товарищи абитуриенты, вы можете писать свои вопросы в наш чате, который сейчас в трансляции в группе ВКонтакте. Самые интересные из них, самые животрепещущие, обязательно мы зададим. До какого числа поступающие в магистратуру должны сдать все документы? Вот такой первый вопрос у нас. До 25 июля должно быть загружено заявление и непосредственно скан диплома. Еще раз давайте четенько прозвучим. До 25 июля включительно, потому что 2 августа у нас уже стартует основной экзамен. Можно ли в магистратуре с контракта перейти на бюджет? Здесь, я думаю, история такая же, как и у бакалавров. Кто на счет смотрит, с кем и такие в комнате? Можно при наличии бюджетных мест. Такие случаи уже были и, в принципе, я думаю, все возможно. Единственное, нужно дождаться, чтобы то занятое бюджетное место было в Акаду. Вытекает из этого вопроса еще один успеваемость для перехода на бюджет. Влияет, не влияет? Конечно, это, безусловно, является одним основным фактором успеваемости за текущий семестр. Поэтому те студенты, у которых по зачетам и экзаменам в основном оценки отлично, то у них преимущественно великие шансы для перехода на бюджет. Ну и хочу здесь отметить, как у нас освобождается бюджетное место. Либо это в случае отчисления за неуспеваемость, академическую задолженность, либо же студенты, ну, как ни странно, сами отчисляются по собственному желанию, и такие случаи тоже есть и имеются. Ну, академ-отпуск еще же, да? Нет, академический отпуск он сохраняет за собой, то есть при уходе на академ, в академ-отпуск студент, абитуриент, студент, точнее, он сохраняет за собой бюджетное место. То есть это бюджетное место переходит на курс ниже, получается. Двигаемся дальше. Стоит ли пытаться поступать еще раз, если в прошлом году не смог поступить? Безусловно. Ежегодно у нас ужесточаются требования для поступления в магистратуру, поэтому, думаю, сейчас самое, что ни на есть долгожданный, скажем так, случай, когда вы можете поступить в магистратуру, поскольку ожидается немного ограничений, касающиеся именно поступления в магистратуру по специальности. То есть велика вероятность того, что, допустим, абитуриент, который имеет неоконченное высшее образование по иной специальности, то есть не по специальности юриспруденция, он в дальнейшем не сможет поступить в магистратуру юридического факультета, то есть по специальности юриспруденции. Пока таких ограничений нет, но, тем не менее, в куларах это обсуждается. Думаю, в принципе, и есть такая вероятность, что примут подобные ограничения. Какие есть возможности для научной деятельности в магистратуре? На самом деле здесь множество различных вариантов. Это и научно-исследовательская деятельность, это в рамках выполнения выпускной квалификационной работы, научно-исследовательская деятельность в рамках практики, как учебной, так и производственной практики, научно-исследовательская деятельность в целом на факультете, участие в различных конференциях, форумах, круглых столах. То есть здесь на самом деле представляется огромный перечень различных мероприятий, где сам студент, магистрант может себя проявить в научно-исследовательской деятельности. Ну и сейчас в рамках обучения магистратуры тоже были ужесточения в рамках того, что необходимо уже за весь период обучения как минимум написать две статьи, научные статьи, их опубликовать в журналах. Ну если можно добавить еще по научной деятельности, конечно нужно ориентироваться на те мероприятия, которые проводят в первую очередь сам факультет и наш университет. Кроме этого в Биосфолме есть и другие форматы. Стоит отметить, что юридический факультет Казанского федерального университета, он, скажем так, является площадкой для очень масштабных крупных мероприятий. И в них могут принимать участие в частности магистранты. И можно один из примеров привести, это Казанский международный юридический форум, который в этом году будет уже вторым, а дальше он будет ежегодно проводиться. В прошлом году, в общем-то, он вызвал очень большой резонанс. И магистранты, и аспиранты нашего факультета, безусловно, в этом мероприятии участвовали, были задействованы. Кроме этого, есть ежегодный конвент, студенческий конвент. Он тоже имеет международный статус. Проходит, как правило, в ноябре. Если форум проходит где-то в конце сентября, то вот в ноябре, соответственно, конвент. И, опять же, он позволяет включаться в научную деятельность и студентам любого уровня. То есть, собственно, и бакалаврам, и специалистам, и магистрантам, и аспирантам. Тем самым, это вот такие events, мероприятия, которые существуют на нашем факультете. Но помимо этого, еще и, конечно, наш факультет богат и славен, собственно говоря, своими кадрами научными. И нашими докторами наук, профессорами, и ведущими доцентами, кандидатами наук. Соответственно, научное руководство, которое вы получите, то есть у каждого из магистрантов есть свой научный руководитель, позволит вам заниматься научной деятельностью максимально эффективно в той сфере, которую вы выберете. Давайте в целом поговорим о магистратуре на юридическом факультете. Для кого она, зачем она, стоит ли туда идти? Постоянно мы задаем этот вопрос. Сейчас, я думаю, тоже нужно, потому что число зрителей у нас немалимо растет. На сегодняшний день у нас пока в Российской Федерации действует так называемая двухступенчатая система высшего образования. И, безусловно, те студенты, которые прошли ступень бакалавриата по юриспруденции, их образование не будет считаться полным, оконченным, без магистратуры по юриспруденции. И вследствие чего большинство работодателей крупных серьезных фирм и работодателей, представители государственных структур, органов местного самоуправления, на большинство должностей предъявляют требования в качестве наличия оконченного высшего образования по специальности юриспруденция. Ну и, безусловно, поскольку на сегодняшний день в Казанском университете второго у нас высшего образования нет в рамках заочной формы, а магистратура в целом она служит как такой трамплин для тех студентов, которые получили специальность, иные специальности, нежели юриспруденция. Поэтому в целом считаю, что юриспруденция, она на сегодняшний день нужна и необходима, поскольку мы живем в такое время, когда законодательство у нас практически обновляется, чуть ли не ежедневно, и требования, еще раз повторюсь, что ни день они ужесточаются, и на самом деле на сегодняшний день это как раз-таки тот, наверное, вариант, когда вы сможете без особых сложностей, сдав поступительные испытания, пройти на бюджетное, либо поступить на контрактной основе магистратуры. В основном, что добавить? Да, я хотел бы добавить, что, собственно, вот сегодня в рамках Министерства науки и высшего образования прорабатывается, скажем, вариант реформы высшего образования и переход на модель базового образования и специализированного образования, но при этом магистратура, может быть, даже изменит название свое, но это будет не в этом году, а как вариант в следующем, но, тем не менее, сама по себе модель останется также аналогичной, то есть это углубленная подготовка соответствующих студентов тем вопросом, тому направлению, которое более узко ориентировано на соответствующую юридическую деятельность, практическую, ну, в данном случае, либо теоретическую подготовку в том числе. Тем самым, получается, что магистратура, независимо от того, как там будет решаться вопрос с бакалавриатом, базовым это будет называться образованием, и будет ли это четырехлетняя подготовка или пятилетняя, как у специалистов сегодня, тем не менее, все равно, вариант магистратуры, пусть даже под названием специализированная образовательная подготовка, все равно сохранится. И один из элементов, который вот в этой реформе обсуждается, это ограничение числа вузов, которые смогут в дальнейшем вести подготовку по условной магистратуре. И вот Казанский федеральный университет, безусловно, да, как бы сохраняет свои лидерские позиции, и как федеральный вуз, да, в том числе, ну, без сомнения, сохранит соответствующую возможность готовить магистрантов в своих стенах. Поэтому данное направление, оно является устойчивым в контексте вот тех турбулентных ситуаций, которые происходят на сегодняшний день в стране. В любом случае такая углубленная подготовка сохранится, и это будет элементом, который будет рассматриваться в любом случае, опять же, с работодателями при приеме на работу. Вот, поэтому профессиональный стандарт, который сегодня постепенно раскручивается, как такой маховик соответствующих направлений, должностей, специальностей, в том числе и юридической профессии, он тоже, этот формат, да, как бы профессиональных стандартов будет расширяться, и он уже сейчас по тем должностям, которые введены в стандарт, предполагает наличие магистратуры, либо специалитета, но магистратура все равно остается как элемент конкурентный. И вот в рамках того, что Алса Махмутовна отметила, да, как бы двухуровневые подготовки, в любом случае магистратура как бы сохраняет свою актуальность. Большое спасибо за столь подробный ответ. У нас остался всего один вопрос, и достаточно философский. Два года магистратуры много или мало? Давайте поразмышляем. Ну, давайте начнем с того, что изначально магистратура по направлению респруденца, она планировалась и открывалась для тех лиц, которые получили образование в рамках бакалавриата по юриспруденции. Поэтому, если рассматривать это как продолжение, то в целом, что не есть, это самый оптимальный срок. И потом, мы ведь укладываемся в те сроки, которые заложены нашим федеральным стандартом. Он как раз-таки предполагает обучение в течение двух лет, если это речь идет об очной форме обучения. Ну, а если говорить о заочной, то это два года и пять месяцев. Но здесь, наверное, нужно отметить, что уже в последние годы магистратура юридического факультета набирает особые обороты и вызывает интересы не только среди выпускников нашей факультеты, но и также среди специалистов, которые выпустились по иным программам. И в этой связи, конечно же, хочется отметить, что для них два года все-таки, наверное, это недостаточно, поскольку они не успевают, думаю, освоить всю ту программу, которая осваивалась в рамках бакалавриата. И в основном эти абитуриенты, которые поступают к нам из других специальностей, они ожидают то обучение, которое у нас заложено в рамках бакалавриата. И здесь вот хочу заметить, что все-таки магистратура, она рассматривается как вторая ступень, и мы в этой связи не можем давать некие базовые основы, те, которые преподаются, к примеру, на бакалавриате. Стоит отметить, наверное, что, конечно, пять лет специалитета, это короче, чем шесть лет бакалавриата и магистратуры. Но, с другой стороны, если мы с вами говорим о тех ребятах, которые уже заканчивают бакалавриат, то у бакалавров, собственно, нет других альтернатив, кроме как либо сразу идти на рынок труда, и ряд специальностей им будет просто недоступен, либо идти в магистратуру на два года или два с половиной года, чтобы потом претендовать на соответствующие позиции, которые требуют такого высшего образования. О чем, собственно, Алла Махмудовна уже говорила в начале. С другой стороны, конечно, возможно, на очередной период, в следующем году или через год, магистратура может изменить свой объем подготовки. Но это будет зависеть от того, как будет наша страна, как бы Министерство науки высшего образования рассматривать данный вопрос и реформировать систему высшего образования. Но пока это два года или два с половиной года. И вот для студенческих эмоций на самом деле двух лет мало. Ну или, в принципе, вот как раз это еще один возможный вариант, чтобы сохранить привязанность к альма-матер, с тем, чтобы проникнуться духом университетского знания, университетского вот этого социума. И два года это на самом деле очень даже неплохо. Суметь сохранить эту ауру восприимчивости студенческим разным событиям, активностям и просто вот этой студенческой жизни. А те, кто уже имеет специальность, кто уже себя зарекомендовал на рынке труда и так, для них два года или два с половиной года это, в общем-то, может быть и длинный период, но, с другой стороны, он на сегодняшний день оптимальный. Если не вести речь о другом варианте образования, то есть второго высшего образования, как уже сказали, нет, оно не имеет соответствующие выгоды в рамках бакалавриата, а вот магистратура, она позволяет, соответственно, вот эту форму переподготовки получить. Поэтому для тех, кто уже работает два с половиной года, заочные магистратуры – это оптимальный вариант для того, чтобы выйти на рынок уже с условиями, соответствующими для повышения в карьерной лестнице и продвижения по службе. Вот когда сказали про насыщение студенческой жизни, наверное, можно это так перефразировать, погружение в университетскую среду еще на два года, это напомнило мне одну небезызвестную франшизу, где есть магистры и есть падаваны. Вот магистры как раз-таки есть те самые магистры, где тебе нужно учиться, и этому у юной падаваны. Вопрос прилетает к нам во время веб-плеер нашей трансляции. Какие документы нужно сдавать и когда? Итак, приемная кампания у нас началась 20 июня, то есть уже сейчас, можно сказать, вы можете подать документы. Документы у нас подаются в электронном формате. На сайте приемной комиссии КФУ есть вкладка «Буду студентом». Зарегистрировавшись в этой системе, пройдя, скажем так, все этапы, забив в поле свою фамилию, имя, паспортные данные, СНИЛС, вы прогружаете скан диплома и в целом должно вам прийти подтверждение. Необходимые действия, данные действия необходимо осуществить до 25 июля, поскольку 25 июля – это крайний срок, когда вы можете зарегистрироваться в системе и, соответственно, числиться в качестве абитуриента магистратуры юридического факультета. Замечательно. Что ж, все вопросы подошли к концу. Есть ли еще что добавить для абитуриентов? Пока есть время еще. Да, давайте я, наверное, здесь озвучу, что в этом году у нас наибольшее количество бюджетных мест, на очном отделении – 59 бюджетных мест, на заочном отделении – 70 бюджетных мест, и также в этом году появилась новая форма обучения – это очно-заочные. И на этой форме у нас предусмотрено 15 бюджетных мест. Всего магистрских программ, которые мы заявили на этот год, их 10, 8 на очной форме, 6 на заочной и 1 магистрская программа на очно-заочную. И хотелось бы также обратить ваше внимание, уважаемые абитуриенты, на те магистрские программы, которые у нас заявлены впервые. Это магистрская программа под названием «Юрист в социальной сфере». На самом деле, программа, хотя она является и новой, но она действительно интересная, поскольку здесь можно себя реализовать в различных сферах, в различных социальных сферах. Это и по защите уязвимых категорий граждан, и в рамках семейно-правых отношений, в рамках системы защиты прав человека, в системе здравоохранения, к примеру. То есть, на самом деле, огромный пласт, поэтому, кому интересно, можете более подробно ознакомиться с данной магистрской программы. У нас на сайте магистратуры юридического факультета КФУ. Также хотелось бы обратить внимание, что, к примеру, ранее реализуемые магистрские программы, такие как «Правая аналитика», «Предварительное расследование правосудия по уголовным делам», «Юрист в сфере цифровой экономики», они сейчас носят междисциплинарный характер и реализуются усилиями нескольких кафедр. Рустам Шамильевич, по программе «Правой аналитики» скажете пару слов? Да, конечно. Ну, нужно отметить, что у нас, по сути дела, представлен практически весь спектр как бы юридических направлений для подготовки в рамках магистратуры. То есть вот эти вот 10 профилей магистрской подготовки, они из разных отраслей. Вот Алсу Махмутовна отметила ряд из них. Соответственно, я хотел бы тоже обратить внимание в контексте вот этого международного элемента, что у нас есть сетевые программы. Юрист в социальной сфере, в том числе сетевая программа, она реализуется в рамках российских вузов. У нас есть программа «Международная защита прав человека», которая реализуется уже 10 лет с участием Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В сетевом формате также в рамках консорциума российских вузов с участием МГИМО, РУДН, ведущих российских, московских вузов федерального уровня и региональных вузов, таких как Воронежский университет или Пермский университет, Уральский федеральный. Вот это программы, скажем так, сетевого элемента. Кроме того, у нас есть полностью англоязычная магистрская программа «Юрист в сфере международного бизнеса». Она реализуется на английском языке силами профессорско-преподавательского состава нашего факультета. Тоже очень ценная программа, которая, собственно говоря, очень востребована в том числе и ребятами из Российской Федерации, в том числе и из иностранных государств. К нам постоянно приезжают ребята для прохождения обучения по этой программе. Кроме того, да, уже отмечена была программа «Правовая аналитика». Эта программа реализуется двумя кафедрами. Кафедрой теории, истории, государства и права и кафедрой конституционного и административного права. Важная программа, поскольку она тоже такая междисциплинарная, межотраслевая, и позволяет, скажем так, погрузиться не только и не столько, может быть, даже в теорию, хотя в теории, безусловно, так же, но и в область отраслевую конституционного права, а также в соответствующую сферу, связанную с аналитической деятельностью, которая востребована в принципе в любой юридической специальности. поскольку аналитики есть практически везде, да, как бы если нет должности аналитик-юрист, то аналитическая работа осуществляется практически любым юристом, который работает будь то в сфере народного хозяйства, частной коммерческой деятельности, либо в государственной службе, или где-либо еще. Это тоже важный момент. А также, конечно, это программы, которые традиционно существуют в рамках нашего факультета и пользуются в высокой степени популярности. Это правовое сопровождение бизнеса, это юрист, судебный юрист, да, соответственно, в гражданском, арбитражном, административном процессах и целый ряд других программ, которые на самом деле позволяют вам выбрать то направление углубленной подготовки юриспуденции, которое вы хотели бы в дальнейшем использовать, конечно, на практике, но и второй момент очень важный, для того, чтобы подготовить себя к поступлению в аспирантуру. Потому что бакалавриат не дает возможности поступать в аспирантуру сразу, требуется как раз вот это дополнительное звено, магистратура, для того, чтобы через нее пройдя, уже поступать дальше, заниматься научной деятельностью на более глубоком уровне. Для специалистов, кстати говоря, это тоже возможность есть. Если есть желание получить углубленную подготовку по определенному направлению, то это тоже, магистратура доступна в качестве одной из опций, скажем так. Ну а, конечно, весь спектр программ можно посмотреть на нашем сайте, и это, безусловно, нужно сделать, чтобы осознанно принимать решение о поступлении в магистратуру на конкретный профиль. Также можно, да, я продолжу. Рустам Шамильевич озвучил такую программу, как социальная респруденция. Тоже хотелось бы ее разрекламировать, поскольку она у нас, ну, проектически является новой, но реализуется уже второй год. Реализуется в сетевом формате, с участием не только представителей Казанского федерального университета, но и также задействованы преподаватели таких вузов, как РАНХИКС, преподаватели Псковского государственного университета и Пермского национально-исследовательского университета. При обучении в рамках данной программы вы также можете получить не только диплом магистра, но и также диплом о переподготовке. То есть, в принципе, это достаточно такой новообесомый фактор для того, чтобы вы выбрали, к примеру, данную магистрскую программу. Программа антикоррупционной деятельности и комплайнс. Она реализуется на заочном. Единным вдохновителем здесь является у нас аппарат РАИС Республики Татарстан. И в рамках обучения по данной магистрской программы вы получаете знания, навыки в рамках по противодействию коррупции и в различных сферах комплайнс. То есть, на сегодняшний день эта сфера очень распространяется и она необходима не только к примеру, в государственных структурах, органах публичной власти, но и также в различных коммерческих структурах. Здесь вы тоже можете более подробно, безусловно, ознакомиться с содержанием на нашем сайте. И, наверное, также хотелось бы отметить магистрскую программу Юрия сферы цифровой экономики. Она у нас в этом году была сильно изменена и в плане того, что стала в большей степени практикоориентированной и реализуется в рамках кафедры гражданского права. Мы готовим по данной специальности, по данной магистрской программе специалистов, которые будут заниматься непосредственно проблемами в области правового регулирования, отношений, которые возникают в сфере цифровой среды. И здесь магистрская программа данная, включая в себя как дисциплины частного правового характера, так и публичного правового характера, но под аспектом цифровизации. Уважаемые абитуриенты, если у вас будут вопросы по данным магистрским программам, мы готовы вас более детально проконсультировать. Здесь на экране представлена наша электронная почта, электронная почта приемной комиссии. также непосредственно ссылка на наш телеграм-канал. Здесь вы можете практически 24 на 7 быть с нами на связи, задавать свои вопросы. И, что могу отметить, в завершении, наверное, живые абитуриенты, мы вас ждем, приходите, подавайте документы и сдавайте вступительные испытания. Давайте еще раз по датам. Ключевые даты приемной кампании на юридический факультет магистратуры. Крайний срок 25 июля 2023 года. Здесь, наверное, год тоже нужно наточнить. И старт вступительных испытаний. Старт вступительных испытаний 2 августа 2023 года с 9 до 2. как в очном формате, так и в дистанционном формате, возможно, сдача экзамена. Сейчас на пол России просто издался звук маркера по календарю. Даты обвели, все запомнили и пошли подавать документы. Благодарю вас, что нашли время к нам прийти. Еще увидимся. Впереди целая приемная кампания. Обязательно поговорим про магистратуру юридического факультета в частности. Спасибо за приглашение. Всегда рады. Спасибо большое. Спасибо. Это был КФО-Лайф для юридического факультета. Увидимся с вами совсем скоро. Впереди еще много эфиров, так что готовьте вопросы и готовьтесь к поступлению. Вас тут все ждут. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова